Тут люди пообновились, еще заново, коротко прям. Да-да-да, я уже говорил, что меня попросили подробнее рассказать про то, что такое женщина-бронепоезд и как с этим, что-то с этим делать. Проблема, видите, в чем, что женщине очень часто навязываются внешние стереотипы, какой она должна быть. Причем есть две крайности, это женщина, ну, простите, женщина-мужик, да, и женщина-такая девочка в розовом платьишке, да. Вот, понятно, что и то, и другое, это абсолютно ненормально, неестественно, это какие-то попытки натянуть на женщину какой-то образ, который ей не соответствует. Вот, но есть такая проблема, которая исторически сложилась, видать, после двух войн, гражданское и великое отечественное, когда женщина вытаскивает все на своих плечах, что у нас каждая вторая женщина, это женщина-бронепоезд. Вот, то есть я сразу, да, предупреждаю, что не все такие, я сразу предупреждаю, что, как бы, если вы себя узнали, постарайтесь сразу меня не сжигать. Давайте сразу скажем, мы не женоненавистники, мы нормально идем. Рома вообще женат, а я монах, мне, как бы, можно. Вот, значит, и так, что такое женщина-бронепоезда, я позволю себе зачитать свои апрельские тезисы. Вот, да, кстати, действительно, пишут все о больном. Да, действительно больно, и, кстати, я очень ждал, что после этого, после этого поста от меня отпишется куча народу, что мне начнут писать гневные комментарии. И знаете, что я могу сказать? Наши женщины, они способны конструктивно воспринимать, даже не критику, а вот указание на проблему. Мне многие написали, что они действительно находят эти проблемы, что они с ними работают, и это очень круто. Вот, значит, и, собственно, перейдем к тому, что такое женщина-бронепоезд. Итак, женщина-бронепоезд не умеет получать удовольствие, потому что невременно обрадоваться, когда родина в опасности. Женщина-бронепоезд не может жить спокойно, ей категорически не достает скачущих коней и горящих избу. Иногда она пощипывает лошадей и украской поджигает избы, иначе смысл жизни начинает утекать сквозь пальцы. Женщина-бронепоезд не умеет любить себя, потому что любовь к себе – это не про комфорт, а про свою пользу. У нее зачастую ни того, ни другого. Если женщина-бронепоезд начинает себя любить, то она включает девочку и начинает стремиться к комфорту с той же тягой, с которой когда-то стремилась к светлому будущему. Нередко в этом случае ее начинает бросать из крайности в крайность. Женщина-бронепоезд любит обвинять мужчин. Кстати, ой, как любят обвинять мужчин. Потому что легче обвинять кого-то другого, чем менять себя. Критиковать другие бронепоезда не позволяет корпоративные, и не про железнодорожников. Женщина-бронепоезд не может построить отношения, потому что мужчины издалека слышат сигнал поезда и стараются уйти из дороги. Либо такая женщина находит безбилетника, который хочет кататься на поезде бесплатно, когда женщина снова убеждается, что все мужики одинаковые. Женщина-бронепоезд не умеет делегировать и доверять мужчине, потому что мужчины априори инфантилы, и у нее получится лучше. Мужчина не до конца понимает, а зачем он бронепоезду. Женщина-бронепоезд недоумевает, почему она одна, даже если формально замужем. Иногда женщина-бронепоезд решает быть девочкой и срывает стоп-кран. Окружающие в шоке, люди падают с полок, ворона подавилась сыром, народ безмолвствый. Все прицепы в недоумении, потому что что началось, нормально же ехали. Женщина-бронепоезд снова убеждается, что никто ничего сам не может без нее, и злая включает пятую передачу. Женщина-бронепоезд не виновата, потому что зачастую ее воспитывала мама-бронепоезд, и она просто не знает, как может быть по-другому. Но для того она и взрослая девочка, чтобы решать свои внутренние проблемы сама. Женщина-бронепоезд бывает спасателем или жертвой, потому что я несусь из-за того, что мир в опасности, и никто его не спасет, кроме меня. Либо потому, что все вокруг и на что не способны, и мне, бедный, приходится нестись. Нередко эти позиции сочетаются вместе. Женщина-бронепоезд не может остановиться, потому что тогда в ней проснется маленькая девочка, которая будет плакать. А бронепоезда не плачут. Женщина-бронепоезд плачет до тех пор, пока не врежется в стену или не съедет с рельс. После этого делает косметический ремонт, встает на рельсы и снова начинает лететь. Женщина-бронепоезд бежит от своей боли, хотя ей кажется, что на самом деле она стремится к светлому будущему. Женщина-бронепоезд настолько отвыкла от любви, что любое мужское участие она воспринимает как ухаживание, мысленно выходит замуж, рожает троих детей и распределяет их по музыкальным школам. А когда оказывается, что серьезных намерений не было, и это было просто человеческое общение и участие, заявляет мужчине, что он должен, потому что дал ей надежду. И вообще мужики пошли не те. Ну вот такой, достаточно объемный, но может быть, не сказать, чтобы очень подробный, ну нет, подробный, но может быть не до конца, не со всех сторон еще рассмотрена эта тема, но в основном вот такие критерии. Тут два вообще, два момента, которые меня волнуют. Мне кажется, в двух тем надо обсуждать. Первое, это что делать вот тем, кто сейчас узнал себя и как над этим работать. А второе русло, когда тебя окружают женщины про непоезда, которые вообще меняться не хотят, как с ними жить, чтобы они тебя не раздавили. Давайте сначала вот для женщин поговорим, мы же их очень любим. Вот она узнает сейчас себя, вот тут в комментариях пишет, ах вы, все такие сякие, невеликим постом эти слова будут сказаны. Что ей делать с собой? Ну тут смотрите, какой момент. Во-первых, каждый, конечно, имеет право... жить как хочет. То есть были женщины, которые писали, ну я типа женщина бронепоезд, и что? Типа я так хочу. Окей. Но есть одна проблема. То, что бронепоезда, они добиваются очень много всего, но самое главное, что женщина бронепоезд не добивается своего счастья. Потому что счастье у нее где-то там впереди, в светлом будущем. Всегда. Это вот, ну, я не встречал ни одной такой женщины, которая была бы счастлива. Они все несчастны. Они несчастны, потому что они куда-то несутся. Они не могут получать удовольствие от жизни здесь и сейчас. Вот, потому что, ну, потому что это отдельная песня, конечно, умение быть довольным. Да, умение получать удовольствие и радость от жизни, вот прямо сейчас, без условий. Вот. А вообще надо понять, что вот этот тип поведения, конечно, ему, женщину, научили. То есть, если мы возьмем девочку, да, какую-нибудь семилетнюю, семилетнюю, то, ну, семилетние девушки, они как раз, они очень уже женщины. То есть, они умеют привлекать внимание мальчиков. Они там, в общем, они уже девочки-девочки. Вот. И, в принципе, достаточно сформировавшись женщины, на самом деле, к семи годам. Вот. Интересно, что мужчины формируются в 25-ти. Вот. Так вот, потом на девушку налипает эта вся тема, эта определенная роль, которую женщина играет. То есть, это роль, которая ей навязывается со стороны. Роль сильной женщины, но сильной не, как сказать, неестественно, да, не в своем естественном образе жизни, а сильной, как ее видят другие люди. Да, то есть, ты должна добиваться, ты должна пробивать головой стены, да, там, тебе не на кого положиться, все вокруг, там, ничего не могут, быть, все вокруг ненадежные, да, есть, там, надеяться только на себя, не будешь надеяться на себя, там, вся эта жизнь подкатится под отпрос. Вот. И мне кажется, что путь к тому, чтобы что-то изменялось, это для женщин осознать, что они ценны, никогда они чего-то добиваются, а что у них есть ценность сама по себе. То есть, это вопрос об умении разглядеть в себе человека, который ценен, который сам по себе хорош, да. То есть, почему женщина становится бронепоездом? Она с детства привыкает доказывать свое право на любовь. Ну, то есть... Всем вокруг, и маме, и папе. И маме, и папе, и вот эта девочка-отличница в городе жила, да, вот. Она, ну, я не говорю про всех, опять же, да, не надо думать, что все отличницы такие, но очень часто девочка-отличница, это девочка, которая доказывает своим родителям свое право на любовь. Потом эта девочка-отличница получает красный диплом, потом она старается на работе, можно выкладываться, чтобы заслужить любовь других людей. У этих женщин есть представление, что их любят только когда они выдают результат. Ого. И вот когда... Да. Так, стоп. А то есть, это момент зарождения бронепоезда, получается? Ну, изначально, да, это так рождается бронепоезда. То есть, девочка семи лет, она еще не может такой быть. Вот. Потом она поступает в школу, ей говорят, там, чтобы, ну, быть хорошей девочкой, ты должна приносить хорошие оценки. И вот это вот тот момент, который убивает женщину. Нельзя для женщины критерием любви ставить ее достижение. Потому что женщина устроена психологически по-другому. То есть, если для мужчины очень важно оценивать его достижение, иначе мужчина перестает стремиться и двигаться, то это связано с тем, что мужской потенциал, называйте, как видите, энергией, но я энергию имею в виду по-гречески, да, то есть действие. То есть, мужской потенциал, мужское действие внутреннее, оно достаточно ограниченное. Мужчина, он работает в режиме войны, да, то есть, как бы вдруг война, а я уставший. Поэтому я должен все время сохранять. Когда девочки говорят, ты ценная только как летать, девочка перестает быть женщиной, которую она уже сформировалась к семи годам. Что такое быть женщиной? Женщина, когда в спокойном состоянии находится, она осознает свою ценность, да, то, что ее любят, то, что она, ну, как бы сама по себе ценная, то, что она, ну, хорошая, красивая, там, и она начинает как бы цвести. То есть, она распространяет свою деятельность в разные стороны. То есть, ну, знаете, так вот, если привел женщину в дом, то она там просто есть, и почему-то в доме все сразу как бы делается. То есть, у мужика в доме все там, что-то там завалы, там немытые, все. Женщина, она вроде как особо-то не, ну, как бы ничего не делает, там вроде в доме все хорошо. То есть это такой хороший образ, вокруг женщины просто начинает происходить гармония, потому что она умеет распространять деятельность вокруг себя равномерно. Но если всю эту энергию, весь этот потенциал сконцентрировать в одном месте и направить в одно направление, то есть сказать, ты ценная только когда выдаешь результат. Девочка начинает много внимания уделять результату, то есть весь ее жизненный потенциал сосредотачивается в одном направлении и естественно она начинает переть, переть как бронепоезд. Вот Юля нам пишет, мальчика хвалить за достижения, а девочек просто так. В этом разница воспитания. У нас девочек воспитывают порой жестче, не строже, а именно жестче, чем мальчик. Вот и бронепоезд готов. Девочек, кстати, не просто так хвалить, а хвалить за их хорошие качества, которые в них уже есть. То есть, ну, у девочки есть хорошие качества. Вот. И очень важно эти качества подчеркивать. Мы, кстати, начинаем отвечать в первую очередь на вопрос, как быть, если рядом женщина бронепоезд, да? Не-не, ну, сейчас мне вот что интересно. Для самой женщины, да? Как остановить развитие вообще этого бронепоезда? Вот мы имеем девочку, там, отличницу, мы уже видим, что она идет по этому пути. Она тут отличница, тут на работе она зависима от оценки, своей работы дома, там, зависима от оценки мужа. Как это все остановить? Где этот стоп-кракт? Во-первых, захотеть. То есть, я могу сказать, что так, так, что есть, да, женщины, которые не хотят признавать, что их несет в эту сторону. То есть, просто не хотят признавать. А если признают и говорят, ну и что? Вот это, ну и что? Это значит, я так хочу, я так привыкла. Окей. Да, но просто надо понимать, что в жизни бывает очень много комфортных вещей, комфортных, которые для нас не, которые для нас, как сказать, ну, плохи. То есть, может быть, плохо и хорошо одновременно. Ой, плохо и комфортно, простите, одновременно. То есть, условно говоря, человек в запое, ему плохо и комфортно одновременно, да? Почему не решается проблема с бомжами, там, да? И человек начинает социализировать, он не хочет социализироваться. Да, ему плохо на улице, но ему там комфортно, он так привык. Вот. В общем, женщина, бронепоезд, первый шаг очень серьезный, да? Осознать, да, я несусь, да, я бронепоезд. Ну, это, собственно, по-православному. Сначала самоосуждение, потом самоукорение, потом покаяние, да? Что такое самоосуждение? Это признание своих качеств. То есть, смотри, помнишь, как в клубе анонимных алкоголиков? Здравствуйте, меня зовут Игорь, я алкоголик. Да, и все говорят, здравствуйте. Здравствуйте, я Люда, я бронепоезд. Да, это надо хотя бы себе сказать. Это надо сказать хотя бы себе, это первый шаг. Вот. Дальше, что такое самоосуждение? Это качество. Дальше, самоукорение. Что такое самоукорение? Это умение найти причину, почему именно я так несусь. Почему для меня это важно? Потому что я так делаю, потому что я, ну, мне так комфортно. Почему мне так комфортно? То есть, что я пытаюсь кому доказать? И вот здесь очень важно понять, что женщине очень важно понять, что она может быть ценной сама по себе. Она может быть любимой не потому, что она что-то выдает, да? Не потому, что она что-то делает. Она может быть любимой просто так. Это надо просто осознать. Ну, есть, есть... Ну, тогда и мы грешим. Тогда и мы, мужчины, тут грешим. Нет, а про мужчин мы сейчас... А про мужчин мы сейчас начнем говорить, да? То есть, что мужчине делать, да? Вот. То есть, есть очень хороший практический совет. И прямо те женщины, которые берутся это делать, у них, ну, начинает немножко меняться мироощущение. Есть два списка, которые очень важно сделать женщине. В этом списке у женщин в здоровой психологической ситуации будет минимум 200 пунктов. Я не встречал пока ни одну, которая может сразу напитать 200 пунктов. Вот. Ну, мы все травмированы, что делать? Вот. И первый список, который очень важен женщине бронепоинду, да, это 200 моих хороших качеств. То есть, она себя не ценит. Она не ценит себе хорошее качество. Она считает, что ей, чтобы быть любимой, надо доказывать право на любовь. И очень важно такой женщине осознать, что у нее уже есть очень много всего хорошего, за что ее можно любить. То есть, эти качества могут быть внешними, могут быть душевными, могут быть междуличностными, то есть, как средства коммуникации. То есть, женщине бронепоезда очень важно остановиться и написать 200 пунктов. Лид, ты открой, пожалуйста. Простите. Все слышат? Да. А, это у вас. Я просто перезваниваю. Это у меня прыгнуло. Так вот, если женщине самой не получается накидать 200 хороших качеств, пусть горят подружек, и пускай они ее не хвалят. Вот. Тебе. Вот. Да, поняли? Список 200 по моим хороших качествам. То, что может сделать женщина бронепоезд. Ну, как примеры. А можно примеры? Вот что должно быть хотя бы... У меня красивые глаза, я добрая, я умею общаться с детьми, я, не знаю, творческий человек. Что я делаю? Я не хорошо пишу картины, это мужское качество, да? Я хороший художник. Это вот это качество души. Художник. Не картины, которые я выдаю, да? А сам процесс. То есть, я не хорошо играю на музыкальном инструменте, а я хороший музыкант. Да? То есть, я, ну, как бы, я хорошо пою, это мое качество, например, тоже. Вот. То есть, не результат, не результат, а сами качества. То есть, у меня хороший слух, вот, например. Вот, даже не я хорошо пою, у меня хороший голос. Вот. Вот это вот важный момент, да? У меня хороший слух. Если подружек не хвалится, и не общаться с детьми. Во-во, пока вы выпали, я говорю, подружки так нахвалятся, что еще хуже станешь. Нет, ну... Бронетанк, бронетанк превратится. Значит, это не те подружки, вот. Ну вот. То есть, это может касаться внешних вещей, да? У меня красивые уши, в конце концов, да? Я умею хорошо, не то, что умею, у меня хороший вкус, там, да, в подворе одежды. И в сочетании цветов, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Не я хорошо готовлю, а я хорошая хозяйка, хороший, ну, не знаю, хороший повар, если можно сказать, да? То есть, вот, качество, качество, качество. Кстати, кстати, вы сказали... А, давайте второй список тогда. Есть второй список. Второй список, это 200 пунктов, что меня радует. Потому что, почему женщина еще несется? Потому что она считает, что ее счастье где-то впереди, когда она чего-то достигнет. Но это, кстати, не только женская проблема, это проблема вообще всех людей. И поэтому оно, женщине, важнее осознать, что ее радует, чем мужчине. Потому что во взаимодействии мужчины и женщины, женская радость, это эронизм, который двигает мужчину к чему-то большему. Да, то есть, если ты... Почему женщина бронепоезд, да, говорит, что я не могу перестать быть бронепоездом? Потому что рядом со мной мужик, который ничего не делает. Так вот, для того, чтобы мужчина начал что-то делать, чтобы он мог начать... Ты могла ему делегировать, да, тебе нужно научиться понимать, что тебя радует. Чтобы мужчина знал... То есть, это можно транслировать словесно в мужчине. Да, это можно просто, ну, как бы, это мужчина может попытаться заметить. Но если с ним рядом безрадостная женщина, он не хочет ничего делать, потому что, что бы ты ни сделал, она не будет радоваться. А женская радость, это единственное, что по-настоящему заставляет мужчину куда-то двигаться в жизни. Ну, вообще, вот даже, там, последний бытовой пример, это, когда убрался дома, просто помыл тарелки, и тебе говорят, вот, и тебе говорит жена, что, слушай, как здорово, спасибо тебе большое, что ты помыл тарелки. И ты ощущаешь, она счастлива, и ты хочешь уже пойти подместить. Мне тут знакомый рассказал, говорит, он вкрутил, значит, дома, он вкрутил дома просто эту крепеж для туалетной бумаги, потому что у них кошка, короче, начала эту туалетную бумагу по всему дому раскидывать. И, как бы, она раньше стояла просто так у них, а он вкрутил этот крепеж, он, значит, в эту плитку, там, сверлом, там, все, первый раз в жизни этим занимался. И ему и бабушка, которая была у них в гостях, и жена, обе сказали, что, короче, слушай, ну ты молодец, и он говорит, у меня было желание сделать ремонт во всей квартире. И я сейчас до сих пор хожу по дому и ищу, что еще можно сделать. Вот, то есть, это реально так работает. Но, чтобы женщина могла радоваться сама, чтобы мужчина чувствовал, что она радуется рядом с ним, ей надо научиться заново радоваться. Женщина-бронепоезд пролетает мимо своих обычных радостей. То есть, есть вещи, которые ей нравятся, но которые она не успевает сменить, или которыми она пренебрегает, потому что она несется к светлому будущему. То есть, например, и в этом списке тоже должно быть 200 пунктов. Что меня радует? Начните перебирать, когда у вас закончилось, там, 50 пунктов написали, у вас все закончилось, начните перебирать, там, не знаю, времена годы. Что вас радует? Меня радует, там, моя квартира, меня радует мой, там, муж, меня радует мой отъезд. Что там может быть? Ну, муж и квартира, это абстрактно. Меня радует то, что квартира уютная. То, что, да, я получаю удовольствие, чего не от квартиры, а от уюта в квартире. Я получаю удовольствие не от мужа, там, да, от чего? От того, что муж заботливый, внимательный, от того, что, не знаю, это вот все разные качества. То, что муж заботливый, это одно, от того, что он говорит мне комплименты, это другое, да? То есть, вот эти вот разные штуки, ни от кого, ни от чего, а конкретно каких вещей я получаю удовольствие. Если я могу сказать, что я получаю удовольствие от квартиры, ну, наврядно, да? То есть, я получаю удовольствие от уюта в квартире, да, или от того, там, от интерьера в квартире, да? Вот, закончится 50, там, 30, 51 пунктов, которые вы написали сходу, начните перебирать времена года, каждый сезон, что вас в этом сезоне радует. Начните перебирать локации, дома, на работе, там, на училобе, в храме, что вас радует во всех этих местах. Да, то есть, не доведите до 200 пунктов, потому что это сигнал вашему сознанию обратить внимание на то, что вам и так нравится, но мимо чего вы проноситесь. Вот, то есть, одна женщина, она, значит, написала этот список, и она мне говорит с удивлением, говорит, я, в принципе, знаю, что я люблю пить кофе. Но я получал удовольствие от кофе только в кафе после работы. Хотя на работе я тоже пью кофе, но когда я написал этот список, то мой мозг, вообще-то, вспомнил, что я, в принципе, люблю кофе не только вне рабочего времени. И я сейчас на работе, когда пью эту чашку кофе, я реально получаю удовольствие, я отдыхаю таким образом. А раньше она проносилась мимо этого кофе, она его заливала в себя и бежала дальше к работе. Вот. То есть, вот эти два списка, это прям мастхэф для того, чтобы начать работать. Ну, мастхэф, это, в смысле, должно быть. Вот. Да. Хорошо, вот есть рядом мужчина, который, ну, хорошо, он муж, и он живет рядом с женщиной бронепоездом. Вот он сейчас начинает для себя вообще открывать, что такое существует, что это не он один такой мучается, а все так, в принципе, живут. Вот. Ему надо как-то взять сейчас жене, вот сказать, слушай, ну, там вот есть эфир от центра Ника, там два списка, там они говорили. Она скажет, так, пошел отсюда, ждем тебя, там, иди лучше прикручи. Не, 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 не. Вот здесь, во-первых, очень важно вообще всем супругам навсегда, не сейчас, а на будущее. А если мы хотим одноладить отношения, нельзя говорить другому человеку, вот ты должен поменяться, я нашел классный вариант поменять тебя. Это никогда не работает. Ни-ка-гда. Хочу поменять отношения и меняю только себя. Вот. Если мужчина осознал, что его женщина бронепоезд, и он с этим не согласен, хотя у мужчины есть большое искушение, да, ну, как бы расслабиться, женщины тоже должны понимать, чем больше вы отнимаете у мужчины, тем больше он вам отдает. Вот. И в конце концов вы оказываетесь посередине паутины и держите все нитки. Вот. Когда... Тут, кстати, два вопроса, что делать мужчине, да, как бы по отношению к женщине. Что делать с женщиной по отношению к мужику, которая уже лежит на диване тоже. Тоже очень важный вопрос. Ну вот про мужика, который лежит на диване чуть попозже, давайте вот это расскажем. Да. Что делать мужчине? То есть, опять же, почему твоя женщина несется вперед? Потому что ты ей не говоришь, насколько ты ее любишь, просто так. Нужно не забывать хвалить свою женщину за ее качество. Говорите чаще, что она действительно красивая, добрая, внимательная, заботливая, хозяйственная, какая-то еще. Но ни в коем случае не хвалить результат ее поступков. То есть, не то, что ты помыла посуду, подобрала платье, там, не знаю. Вот есть очень типичный пример, да, есть разность в правильных... Какой конструктивный комплимент? Ты хорошо выбрал, что сделал. Выбрал ресторан, да? Если ресторан выбрала женщину, какой конструктивный комплимент? У тебя хороший вкус, качество. То есть, мужчина, который осознал, что его женщина бронепоезд, должен уделять большое внимание тому, чтобы как можно чаще рассказывать женщине, какая она на самом деле есть, отмечая в ней вот те самые хорошие черты. Чем больше она это будет видеть, тем больше она будет успокаиваться. Когда женщина успокаивается, понимаешь, что ее любят просто так за то, что она есть, и видят в ней ее хорошие черты, и их не надо доказывать, тогда она расцветает и перестает двигаться в одну сторону, сконцентрировав всю свою энергию, и начинает развиваться во всем. Это первое. А второе, оно связано, это же зеркально связано с этим списком, да? То есть, посмотри, что радует твою женщину, и начни ее радовать. Начни о ней заботиться, начни атаковать ее своей заботой. Она почему, ну, я как бы сейчас специально утрирую, да, но почему она несется как бронепоезд, почему она тебя не деликирует? Потому что она считает, что ты не способен взять на себя ответственность. А сделай так, чтобы она убедилась, что ты способен взять на себя ответственность. Начни окружать ее заботой. Максимально спрашивай, как у нее жизнь. Смотри, что ты можешь для нее сделать. Смотри, где ты можешь ее подхватить, помочь. Сам предлагай, потому что она пока не умеет делегировать, да? Предлагай сам. Отбирай у нее какие-то вещи, которые она на себе тянет. Прямо вот несет она эту сумку, вытащи у нее, скажи, что нет, ты женщина. А я рядом и думаю, мужчина, мне стыдно, что ты несешь сумку, да, там, при мне, в моем присутствии. То есть, не знаю, там, ты сегодня очень устала, да, там, ты хочешь, там, доделать то-то и то-то. Я сейчас хочу тебе помочь, да, я хочу взять на себя это, это обязательство. И тогда женщина бронепоезд с удивлением увидит, что ты способен вообще что-то нести. Вот. И когда ты докажешь ей, что действительно на тебя можно положить, на тебя можно что-то оставить, она начнет тебе делегировать. Вот. Но многие, правда, не хотят, чтобы на них делегировали. Вообще комфортно, когда она несется рядом. Кстати, это пример вот в Владимирской области, когда там был, для меня это просто было откровение, повальное. Женщины тянут мужиков, многие из них даже не работают. Они просто сидят дома, а женщины жалуются. Это до мужей спрашивают, еще раз. Вот опять, вот делаем сразу ту самую ошибку, которую я подстерегаю. Не надо доносить это до мужей. Вот мы сейчас сказали, как мужчина должен себя вести. Это мы говорили, все не для женщин. Женщины, забудьте. А если вы, не дай бог, скажете, что в эфире отец Андроник сказал, как тебе себя вести, вы вызовите мужскую ревность и обиду. Вот. Не надо это делать, ни в коем случае. Вы сейчас ничего не слышали. Я сейчас это говорил только для мужиков. Что для вас мы сейчас скажем, как себя вести. Вот. На мужа влиять нельзя. Нельзя. Вот. Кстати, есть очень хороший момент, да, что иногда мужчина должен сказать женщине волшебное слово из трех букв. Да? ЦИС. Вот. Да. То есть успокойте ее. Осадите ее по-доброму, с любовью осадите. Не в смысле, там, не ломайте роголомом, да, а по-доброму. Видите, что ее несет, скажи, так, стоп, успокоились. Вот. Или там в конце концов, обнимите ее, прижмите ее к себе, там, погладьте голове, она будет вырываться какое-то время. Погладьте голове, скажите, ну, все, все, тихо, спокойно, все. Она в конце концов это, ну, успокоится. Вот. То есть, вот я сейчас пытаюсь сказать всем женщинам нашего чата, ЦИЦ, вот, нельзя поменять мужчину. Можно только себя менять. Так же, как мужчине нельзя поменять женщину. Можно только себя менять. Мы сейчас рассказали мужикам, как им вести себя с собой. Вот. И можем рассказать женщинам, если они понимают, что они бронепоезд, а муж уже, ему это удобно, и муж с удовольствием ничего не делает, да, как перестать, на себе все тащить. Вот. Это один из пунктов, которые я описал. Женщина бронепоезд. Действительно, иногда может осознать, что она бронепоезд, что она не девочка, и она реально срывается в кран. Все падают с полок, все в шоке, что происходит, с чего вдруг, да. И, естественно, она убеждается, что мужик рядом сам ничего не может. Конечно, потому что он привык, что ты тянешь все на себе. Он привык, что он себе отлежал уже все душевные силы. У него полная душевная атрофия. Если человек, ну, разучился ходить, у него атрофировались мышцы ног, ему нельзя, его нельзя поставить и сказать, иди, он рухнет. Вот вы своего мужа поставили в ситуацию, когда вы его положили, и он лежит, ну, душевно, да, и он лежит, 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 и у него уже душевные мышцы атрофировались. Поэтому женщины, бронепоезд, если хочет тормозить, ей нужно начинать тормозить постепенно. Начните делегировать мужчине сначала незначительные вещи, вот ту же самую сумку, да, потому что я реально вижу женщин, которые, у них не включается в голове, что можно отдать свою сумку, там, мужчине, который рядом идет, не женскую сумку, а, баул свой, да, то есть отдайте ему эту сумку, разрешите ему что-то для себя сделать, скажите, что у вас есть какая-то потребность, да, и предложите ему поучаствовать в этой потребности, вот, но не сразу, типа, я с сегодняшнего дня девочка. Так не бывает, да, то есть ты зарабатывала деньги, ты распределяла семейный бюджет, ты там делала то, все, пятое, десятое, а сегодня ты говоришь, что ты девочка, типа, что за без объявления войны, что за нападение такое верлонное, вот. Естественно, мужчина не сможет ничего сделать, вот, в этой ситуации, вот, допустим, некоторые женщины хотят, чтобы мужчина начал быть финансово ответственным, да, а он, например, не зарабатывает, вот, ты ему говоришь, окей, делайте общий бюджет, но, типа, он же ничего не приносит, да, но ты же хочешь, чтобы он учился что-то делать с деньгами, делайте общий бюджет, а она говорит, да, я делаю общий бюджет, но он не хочет им заниматься, конечно, потому что он еще не умеет, спроси его конкретно, вот, у нас столько-то денег, будем ли мы конкретно вот это покупать или нет, пускай он скажет да или нет, и пускай... А, кстати, да, я вижу сообщение, оно сейчас будет в точку, долго планировали ремонт в коридоре, моим предложением была декоративная штукатурка, Буш поддержал, но в итоге сказал, что не дружит с такими смесями, завела бронепоезд и сделала все сама, одна. Ну и зря, вот, все, мужик больше тебе ничего не сделает, тадам-парам-пам, пив, то есть смотрите, что вы хотите, вот эти один раз быстро достижить результата, да, или хотите, чтобы, во-первых, результат был продолжительный, а во-вторых, у вас были хорошие отношения с мужчиной, от которых вы получаете удовольствие, счастье, опять же, да, вы счастья своего хотите или штукатурку в коридоре, вот это большой вопрос, потому что, к сожалению, женщины чаще выбирают штукатурку в коридоре, чем собственное счастье, не может женщина быть счастливой, когда она, ну, да, насчет общего бюджета сейчас ужасается, да, общий бюджет, это вообще очень важно для семейной жизни. Да, у нас вот тоже общий бюджет, ну, то есть Лида знает, сколько у меня там на карте, сколько у нее, там, сколько на вкладе, это вообще очень идеально. Да, потому что общий бюджет, это и есть вообще первый шаг в создании общности в семье, да, ну, я просто к чему, что некоторые женщины, да, они прямо в раз в раз и вешают на мужчину общий бюджет, а он такой, типа, в смысле, нет, надо конкретно, вот смотри, у нас столько денег, да, и у нас есть вот такая потребность, как ты скажешь, да, нет? Он такой, ну, решил, потом, значит, оказалось, что денег в конце месяца не хватает, и мы подходим опять к мужу и говорим, смотри, дорогой, ну, вот, в общем, у нас денег не хватает, вот, вот тогда, помнишь, я тебя спросил, ты сказал сделать, я тебя послушал, то есть, как бы, все нормально, у меня никаких претензий, но есть проблема, да, вот сейчас не хватает денег, что нам делать? И тут, понимаете, мужик, который не зарабатывает, например, потому что женщина у него все, ну, там, его разбаловала, он уже начинает думать, блин, ну, я как-то себя не чувствую мужиком, когда меня женщина говорит, что у нас реально не хватило денег, не хватило денег из-за моего решения, у него включается этот процесс в мозгу, но только не нужно ждать всего и сразу, то есть, если мужчина уже, уже безбилетник, уже привык так делать, да, с ним надо, как с ребенком, да, нужно постепенно, постепенно его, как бы, приучать, да, к каким-то вещам, начиная с малых, вот, то есть, в этом случае, да, некоторые женщины говорят, что я буду к нему относиться, как к ребенку, да, почему так происходит, потому что я не хочу сказать себе, что я действительно являюсь причиной своего бедственного положения, потому что если я отнесусь к мужчине, как к ребенку, значит, я подразумеваю, что он действительно какие-то вещи сам не понимает, да, вот, то есть, ну, короче, тут такой очень интересный момент, кстати, для мужчины, как тоже тормознуть женщины бронепоезд с любовью. Слушайте, я, можно, можно, пока мы еще о том, что бюджеты далеко не убежали, пишут, не согласен, моя половинка имеет свою стоматологию, я занимаюсь своим бизнесом. Ну, и зря. Вот это, кстати, такая история опасная, когда вроде бы они жили вместе, но как бы бросить. Не согласен, не согласен, все имеют право жить как хотят, то есть, не вопрос, просто общий бюджет – это очень серьезное взаимодействие, это умение работать в тандеме, это умение мужчине взять на себя ответственность и советоваться со своей женой, то есть, выстраивать правильные конструктивные семейные отношения, да, вот, то есть, можно этого не делать, но просто, как сказать, расценивайте это как упражнение, то есть, общий семейный бюджет – это такое очень серьезное семейное упражнение, в котором супруги учатся, на самом деле, правильному глубокому взаимодействию, потому что деньги – это очень серьезная вещь, которая имеет духовное измерение, то есть, деньги – это комфорт, деньги – это собственное удовольствие, и когда есть общий бюджет, мы учимся согласовывать друг с другом, когда я могу себе взять больше комфорта, да, то есть, допустим, я хочу пойти там в кино, там, не знаю, там, или посидеть с друзьями, потратить на такое количество денег, вот, есть наш общий семейный комфорт, наш с тобой, да, и я прошу, выдели вот мне вот такую-то часть комфорта на меня, вот это мы заберем у семьи и отдадим лично мне, и когда другой человек говорит, да, возьми эту часть денег, он фактически говорит, возьми мой комфорт и посвяти его себе, или мужчина говорит, да, вот у тебя есть потребности, там, ты хочешь следить за своим внешним видом, там, у тебя, то есть, маникюр, прическа, да, там, там, одежда и так далее, да, и мы, и женщина говорит, выдели мне из нашего общего комфорта, вот, именно на меня, и мужчина говорит, да, пожалуйста, я готов пожертвовать своим ради тебя, вот. Ну, тут, 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 я по зачатам просто успеваю следить, что, вот, первое сообщение, что значит общий бюджет, какой вклад в общий бюджет женщины, и прямо, и прямо тут вот еще это сообщение. Полностью, все сливается полностью. А если мужчина вдруг с претензией заявляет, что женщина мало зарабатывает, ему тяжело, это прямо из одной оперы? Нет, ребят, это частный случай, это частный случай, это между ними консультация психолога. Не, не, ну, это не частный случай, нет. Нет, это правда, когда... Ну, как реагирует это частный случай? Когда мужчина, нет, когда мужчина, это реально явление, когда мужчина женщине говорит, что ты мало зарабатываешь. И что тут сделать Мой простой совет Мужчине начать зарабатывать больше Если у тебя есть претензии Потому что женщина мало зарабатывает Почему нужен общий бюджет Мы сливаемся в общий бюджет И это не женщина мало зарабатывает Это нашей семье не хватает Для каких-то наших целей Поэтому я как мужчина Беру на себя решение Как это все дело разобрать Но мужчина конечно может спросить А есть вариант чтобы ты зарабатывала больше То есть без претензии спросить Ну то есть допустим Она может пройти какой-то короткий курс И пойти на повышение И ей будет платить больше Такое бывает То есть мужчина уже может такое предложить В принципе Мне нужно сделать так Чтобы в нашей семье Общий бюджет увеличился А не жена должна зарабатывать больше Вот А да По поводу того Сколько сливается в бюджет Все сливается в бюджет Полностью Но В этом общем бюджете Можно сказать Знаешь Давай так договоримся У тебя есть Такие-то карманные расходы На которые вообще Ты не отчитываешься А у меня есть Такие-то карманные расходы За которые я не отчитываюсь Договорились Окей Все назначили Вообще не вопрос Но опять же Это договор Друг с другом А есть общие деньги Которые мы тратим Только вместе Все Почему нет Так Давайте вернемся К женщине-бронепоезду Которая у нас была Как ей себя Как ей себя А ну мы сказали Да Если муж Да Да И еще Второй очень важный момент Мужчина Начнет Что-то делать Ну как бы Вы начнете ему делегировать И только тогда Он захочет Это воспринимать Если вы ему делегировали Он сделает Может быть Не сразу Потому что Поначалу Вам придется ждать Иногда подолгу Потому что Мужчина будет делать Только тогда Когда вы перестанете Считать Что он вам должен Это сделать Потому что Если он должен То он знает Что вы не порадуетесь Если он должен То вы скажете Так и должно быть Само собой Ну часто так и бывает Да Ой прикрутил он Ту полку Типа Ну то есть Если бы у меня Моему знакомому Сказали Типа Ну прикрутил он Ты понимаешь Держатель для бумаги И че Да Да и не добились бы Такого эффекта Сейчас ходит И выискивает Все там По дому Все Возможно что-то починить Да Вот То есть Это тоже умение Не просто делегировать А обязательно Отметить Вот как мужчина Может помочь женщине Отмечая ее качество Да И делая комплименты Ее качеством Которые в ней есть Также женщине Очень важно Научиться Искать За что Похвалить мужа За его поступки Потому что Радость женщины Это единственное топливо На котором В семейных отношениях Мужчина может Куда-то ехать Меня что волнует Этих женщин Про не поезд Одно дело Когда она твоя жена И ты там можешь Хоть что-то советовать Как-то начинать работать Но когда они Вокруг тебя И на работе И просто Где-то Вот как вы говорите Сталкиваются По жизни Там на Искове Или где-то еще Вот в вашем случае В моем случае В очереди А что с ними делать Как с ними Взаимодействовать Чтобы они тебя не снесли Если ты тем более Не можешь Отвернуться Убежать Там с этих уже Рельсов Там шпал Нет Ну здесь Опять же Мне кажется Должна быть Человеческая мудрость Менять другого человека Невозможно Есть ситуация Когда Можно действительно Просто Начать Ну Делать женщине Клименты И она Начнет таять Я вот 9 марта Был тут В супермаркете Да И на кассе Стояла Ну очень такая Вот суровая Советского типа Продавщица У нее Уголки губ Ниже подбородка Вот так уже Спустились Там да Вот Ну там все Там Смиротельно Тоскан на лице Вот Я Помимо Там Своих Своих каких-то Продуктов Которые Я взял Лилию Которые Там Там Сейчас 8 марта Сейчас В супермаркете Продается Вот На кассе Все это пробило В конце Взял эту лилию Подарил ей Вы понимаете Из этого Существа Выросла Реально Расцвела женщина Ей было приятно И я увидел Женщину Нормальную Там Добрую Действительно Добрую Такую Отличный пример Потому что Это пример Который был С моей бабушкой Она Такая суровая Одна всю жизнь Прожила Ну Тетя моя Бабушка Двоюродная Одна всю жизнь Прожила И Тут ей На кассе Мужчина Просто Какой-то Подарил Цветок В горшочке Она Очень суровая Там 70 лет И она Просто Растаяла И я впервые Увидел ее Наверное Такой Какой-то Иной Кто-то Человек Совершенно Незнакомый Сделал Что-то Приятное Наверное Он бизнесмен Вот Точно Какой-то Олигарх Раз Подарил Цветочек В горшочке И она Да И у нее Раскрул Что-то Женское Прямо Да То есть Для того Чтобы женщина Почувствовала Своя женщиной Помогите И сделайте Так Чтобы она Действительно Поняла Что Ее Ну Любят Может быть Громко Сказано Но В ней Видят Женщину Да И На нее Обращают Внимание Как на Женщину Да Как на Человека Вот И Тогда Действительно Ну Из таких Женщин Начинает Расцветать Действительно Настоящая Женская Вот Сильная Причем Женская Натров Потому что Сильная Женщина Еще раз Да Это Хорошо Но Сильная Женщина И Женщина Бронепоезд Это Разные Вещи Потому что Я столько Вижу Слабых Женщин Бронепоездов У них Сильный Фасад У них Пробивной Там Не знаю Пробивной Каркас Вот Но По сути Там Внутри Все очень Плохо И Тяжело И Слабо Вот То есть И Мужчина Может помочь Женщине Действительно Увидев Не Женщину Отнеся С них К Женщине Вот Ну И Опять же В какие-то Моменты Также Нужно Уметь Тормозить И Ну Например Тебе говорят Ну вот Что Ты же Не справишься То есть Важно сказать Подождите Секундочку Почему Вы Не справились Да Я дал вам Такой Повод Вы Почему Вы Действительно Уверены Потому что Я не Справлюсь Да И Человек Может Сказать Почему Я Гоню Так Вот Что Почему Я Разогналась Вот Если Вы Сами Достаточно Стойкий Человек То Бронепоезд Он Как бы Может В вас Влететь Остановиться Тоже Вот То есть Поэтому Мужчине Очень важна Внутренняя Основательность Но Это Наверное Отдельная Тема Вообще Про Мужчины У меня Что Хотелось Как Может Черту Подвести Это У нас Сейчас Стрим Вырубится Вот Мы Тут Две Православные Мордашки Там Бородатые Люди Наверное Ждут Тоже Какого-то Понимания А Это К вере Вообще К Православию К Хрис Да Меня Слышно 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 Ку-ку Да 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 Слышу Вот К вере Какое-то Все Имеет Отношение Все Бронепоезда И Билетчики Кондукторы Все Нет Ну а что Как К вере Что имеет Отношение Господь Вопросы Вопросы Веры Мы Как бы Ну Это не Вопросы Догматики Да Это не Вопросы Догматического Вероучения Просто Это Действительно Проблема Душевных Травм Душевные Травмы Лечатся Двумя Вещами Работать С собственным Ресурсом И чему-то Добиться Да То есть Приходить к Богу И То есть Бог намного Дуже Исцеляет Наши Травмы Чем Мы Сами Но Не Делает За нас Работу По улучшению Нашей Жизни Без Нашей Воли То есть Здесь Очень Важно Улучшать Силы От Христа В Евхаристии И впоследствии В молитве Ну то есть Причасти И впоследствии В молитве Вот Потому что Когда мы Говорим Вот как Женщине Поступить Так или Так Сейчас Если вы Начнете Это делать Самостоятельно Вы будете Использовать Только Свой Внутренний Ресурс Он у вас Очень Ограничен Если Наши действия Они дают Очень Серьезный Эффект Вот Конечно Все эти Вещи Они Очень Связаны С Как бы С Разными Греховными Срастами Но Это Не Это Не проблема В том Что Грехи Делают Женщину Такой А наоборот Такое Поведение Женщины Огромное Других Проблем То есть С духовной Точки Зрения Такое Неконструктивное Поведение Поведение Не таким Образом Которое Для тебя Естественно Не так Как Ты можешь Быть Частливой Это Поведение Оно Тебя Травмирует И Дает Очень Много Побочки Вот То есть Потому Что Не знаю А Нацелен На И Цели Да Использовать Микроскопом Гвозди Забивать Или Гвозди Забиваются В принципе Микроскоп От этого Страдает Вот То же Самое Если Женщина Живет Неестественно Для себя То есть Она не умеет Частливой Да Она Не умеет Выставить Конструктив То Вот Это Состояние Бронепользов Когда Состояние Бронепользов То есть Это И Осуждение И Зависть И Осуждение Мужиков И Рассеянность Постоянная Рассеянность На Молитве Это Неспособность К покаянию Это Неблагодарность Богу Это Блудные Помыслы Потому Что Блуд Изначально Это Потребность В любви В заботе Во внимании Вот Это Потребов Потребов В любви Очередное Почему Я толстею Тоже Есть Такие Варианты Вот И Много 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 Много